Я здесь по одной причине. Задать вам пару вопросов. На самом деле два вопроса. Когда я узнал, что вы идете в политику, вы хотите стать депутатом, я очень заинтересовался, позвонил нашим друзьям, узнал и вашу позицию, узнал, что епископ не против, благословил даже вас. Не против, да, потому что это не является какой-то тайной за семью печатями. Знаете, я почему, сейчас немножко нашим зрителям поясню, потому что долгое время у нас российских протестантов, я не знаю, последние, наверное, 20 лет внушалось постоянно, что политика грязное дело, не надо туда лезть, не надо, не надо, не надо. Но к чему мы пришли, мы видим. Мы, протестанты, всегда отличались независимым мышлением. Всегда были принципы самоуправления в общинах, в церквях. Это построены и баптистские, и пятистические церкви на этом. И другие, другие евангельские церкви, и лютеранская церковь тоже. Всегда наши верующие люди занимали активную гражданскую позицию. Вот мы у себя на канале, приглашая политиков, разговаривая с ними, пытались и до сих пор пытаемся разрушить этот миф, что политика грязное дело. Политика это вся жизнь вокруг нас. Мы ходим на выборы, мы платим налоги, мы живем в этом государстве, мы не можем жить как-то обособленно в каком-то, в своем придуманном царстве небесном. И вот когда я узнал, что вы идете на выборы, вы хотите стать депутатом, мой первый вопрос, почему? Что вас подвигло? Ну, знаете, социальная справедливость, что-то в городе не так. Что-то вас так сильно задело? Вот смотрите, есть такая хорошая присказка, да, если ты не занимаешься политикой, политика обязательно займется тобой. Да. А что, собственно говоря, и происходит. Мы же живем не в некой изоляции от мира, да, мы являемся частью этого мира. И, безусловно, наблюдая тенденцию современного развития в политическом смысле, да и в экономическом, наверное, тоже. Ну, мы сейчас говорим только о политике. Конечно же, вызывает особую озабоченность, наверное, отношение государства к гражданину. Особенно вот те... Говоря о гражданине, вы не разделяете верующий гражданин, не верующий гражданин. Нет, мы сейчас говорим вообще о гражданине. О людях. Да, о людях. А россиян. Я уважаю, безусловно, уважаю чувства как верующих людей в независимой этой конфессиональной принадлежности, так я и понимаю людей, которые находятся вне, скажем так, какого-то религиозного опыта. Ну, до поры, до времени, а может быть и навсегда. Тут, как говорится, трудно что-то прогнозировать, да, в отношении конкретной личности. Но, когда мы видим складывающуюся ситуацию с, во-первых, да, с элементарными свободами, свободами, связанными с верю-не верю. Принадлежности к той или иной конфессии, динаминации, эскалация какой-то напряженности, спровоцированной, опять-таки, властью. Речь идет о запретах, да. Ну, как бы, допустим, я и критически не относился к тем же самым свидетелям Яговы, которые запрещены, как известно у нас, да. Тем не менее, я не считаю, что следует что-то запрещать, следует кого-то, знаете, прививать какие-то свои ценности. Да там не просто запрещают, их сажают, они сидят, сроки реальные, 6, 7, 8 лет. Ну, это вообще чудовищная ситуация, на самом деле. Я понимаю, если бы это сводилось, ну, возможно, да, элемент авторитаризма или тоталитаризма, он присутствует, безусловно, и скрывать мы этого не будем. Но, когда речь идет об огромных сроках лишения свободы, людей, Чем стариков сажают, 70 лет. Людей, которые совершенно искренне во что-то верят, да, которые не сделали ничего абсолютно плохого обществу, а зачастую напротив, да, делали какие-то созидательные вещи. Например, мне хорошо известны проекты тех же самых свидетелей Ягова, которые были в отношении антинарка, прочих зависимостей и так далее. Я вообще не понимаю, что происходит на самом деле. Вот эти вот дутые какие-то, знаете, стримы особо скрепно-патриотичных товарищей, которые свидетельствуют о якобы авторитарной секте, да, под названием свидетелей его, но они не поддаются никакой критике. Ну, во-первых, мы не видели ни одного толкового экспертного заключения, которое бы, да, вот говорят, что во Франции они запрещены. Знаете, я прожил во Франции, и что значит запрещены? Запрещены запрещению розни, понимаете? Никто из французских свидетелей Яговы не получил года лишения свободы. Я же не говорю о 8, 10, 15. Да, это сводится к чему? К административной какой-то ответственности, опять-таки, связанной с чем? С некой своеобразной миссионерской деятельностью, да, именно в коммерческом сегменте. Ну, известно, что свидетельствуют... Но право на молитву у них есть. Право на молитву, они могут собираться, молиться, речь идет о чем? Они не могут реализовывать свои, ну, околокоммерческие, скажем так, проекты, связанные со стражевой башней, еще с чем-то, реализовывать литературу или просто ее распространять. Ну, и, соответственно, не могут они являться членами хозяйственных сообществ. Ну, то есть, да. Ладно, давайте, свидетель и губы, пастор идет в политику. Вы хотите стать депутатом, потому что увидели проблемы своего города. Ну, и своего города, ну, безусловно, поскольку мы сейчас говорим о каком-то муниципальном сегменте, конечно же, проблемы своего города. Вот недавняя, буквально вчерашняя, да, ситуация. Но в России это большой же город, полмиллиона, да. Полмиллиона, да. Ну, сейчас официальные данные озвучены администрацией города, мэром, сети-менеджером города. Говорят о том, что, да, полмиллиона, может быть, даже чуть побольше, плюс-минус. Но, понимаете, в чем проблема? Почему мы, ну, допустим, я, да, я иду, собственно говоря, в представительные органы власти. Это не первый мой опыт. Наверное, третий уже. У меня в основном было два в ЗАГСобрании. Во-первых, во-первых, это желание видеть вот эту вот систему изнутри. Да, потому что вот недавняя проблема, связанная с подтоплениями, дождик пошел. Опять-таки, говорит о чем? Говорит о несостоятельности принятия определенных решений в сфере ЖКХ элементарно. Отсутствие ливневок, отсутствие элементарных планов, да, планов. Развития города нету, разве? Нет, планы развития города они есть, но как они реализуются? Вопрос другой. Вот эти вот вещи, связанные с общественными слушаниями, мы их откладываем, вследствие ковида, еще чего-то, слушайте. Ну, давайте быть все-таки искренними и честными. Мы просто хотим, вернее, власть хочет, чтобы все эти планы реализовались прежде всего в их интересах, а не в интересах общества, не в интересах граждан. Вот это вот ситуация с Волочаевским пряжем, несчастный кусочек стометровой земли, да, где люди, в общем-то, поколением привыкли отдыхать, да, ну, зачем отдавать в какую-то коммерческую собственность, да, строить очередной порт, там, под названием Виктория, не Виктория, я уж не помню, да, дайте, создайте людям нормальные условия для полноценного отдыха, да, создайте людям в конечном счете то, прежде всего, чего они хотят, а не того, чего хочет власть, и, опять-таки, да, мы сейчас говорим, что такое власть, у нас же власть сращивается с бизнесом, да, то есть, это такой некий конгломерат, и с каким бизнесом, ни с малым, ни с средним, да, а с крупными, естественными монополиями, с альгархатом, да, который просто-напросто плюет на, я не говорю на чувства верующих, не верующих, а просто плюет на окружающий социум, в целом, да, им все равно, лишь бы реализовать свои собственные какие-то амбиции, да, опять-таки, заработать то количество денег, ну, которое они считают, не то чтобы нужным, да, больше-то не нужно, ну, вот, понимаете, вот это элемент того, что порождает, ну, коррупционные проявления, да, мы же видим, что у нас там сотрудники государственной автоинспекции, ну, абсолютно, кстати, безвкусно все это оформляют, но тем не менее, да, мы видим, что происходит, вот недавно там Черкалин, там, подполковник, ФСБ, это я говорю о низовом уровне, понимаете, это безвкусно, это почти как Версаль, ну, правда, золотой унитаз, я не знаю, был в Версале, не похоже, вот, это, это китч, это китч, ну, бездуховность, да, прежде всего, то есть, конечно, это элементарная бездуховность, такой вот, туповатый, да, материализм, то есть, это, как психолог уже скажу, да, по специальности, это некое, наверное, желание подавить какие-то свои комплексы, ну, видимо, там, в школе его обижали, может быть, в институте плохо учился, а может, вовсе не учился, диплом проскупил, там, и так далее, да, то есть, вот эти вот нюансы, да, это подавление, ну, такого вот своего ущемленного эго, как мне кажется, да, то есть, нельзя сбрасывать со счетов, ну, конечно же, основой является, что корень же любого греха, это гордыня, то есть, он хочет показать свое вот эго, наполненное финтифлюшками, золотишком, золотыми унитазами, вместо того, чтобы самореализоваться, как личность, да, полноценная, духовная, говорящая, думающая. поддерживают пастыри, я прежде всего говорю о евангельских церквях, скажем так, много же церквей в Новороссийске, вот я вас говорил. Вы знаете, многие не понимают, но опять-таки, являются заложниками, вот этого стереотипа, да, не надо лезть никуда, но я должен сказать, что есть, безусловно, служители, которые поддерживают, быть может, эта позиция и не согласована с их иерархами, вот, но, безусловно, внутри, безусловно, поддерживают, да, они поддерживают, и в, допустим, не только в соцсетях, да, ну и вообще, да. У вас есть какое-то общение, вот типа, пастерского клуба или альянс какого-то евангельских церквей? наверняка он есть, просто я в силу тех или иных причин не всегда вхожу во все эти альянсы, это связано, ну, просто с недостатком времени, потому что, ну, скажем так, общество, я же являюсь служителем на общественном сначала, и я вынужден заниматься обычной светской деятельностью, которая, ну, слишком далека от всего духовного, это такой сугубо, сугубо прикладной вид деятельности у меня, да, не знаю, насколько это бизнес, ну, близко к этому, хотя... Ну, трудиться где-то надо, зарабатывать надо. Да, на что-то нужно храм содержать, на что-то нужно семью содержать, это нормально, поэтому, когда проходят какие-то крупные мероприятия, безусловно, я пытаюсь там присутствовать, но это не только протестантские объединения туда входят, представители апостольской армянской церкви, и русской православной церкви, и каких-то альтернативных православных динаминаций, вот, в общем-то, общение нормальное, да, не всегда есть понимание, подчеркиваю, да, вследствие того, что, ну, вот, а как, вот мы должны, вся власть от Бога, там, правильно, давайте помолимся, и сделаем эту власть действительно от Бога. Ну, понимаете, пастора, что нам нужно представительство во всех органах власти, нам нужны наши люди, способные, мудрые, умные, которые бы представляли наши интересы, говоря, наши интересы, я не выделяю какие-то особые, там, мы же не требуем ничего, мы хотим быть такими же равноправными гражданами, также иметь право на молитву, собираться, на молитвенные дома, это одна маленькая часть, что нужно вот для христианских церквей, для христианских общин. Да, конечно, конечно, и более того, мы же прежде всего преследуем что, да, социальную справедливость. Да, сейчас огромный запрос на социальную справедливость. Посмотрим на, скажем так, политический спектр, кто говорит о социальной справедливости, да, какая партия, ну, или, какая политическая сила, ну, вот, я, например, кроме КПРФ ничего не вижу. Так, это мой второй вопрос, вы предоставите, сейчас я задам его сначала. Почему вы решили идти от КПРФ? Ну, потому что это, во-первых, да, даже пальца не будем загибать, или наоборот, во-первых, это партия социальной справедливости. Что бы там ни говорили, как бы там ни говорили, это партия 21 века. То есть, если есть какие-то посылы, связанные с КПСС или партией большевиков, да, в КПБ, ну, мы, наверное, все-таки должны как-то сделать некую поправку на сегодняшний день, на ту программу, прежде всего, которая реализуется на сегодняшний день, да, коммунистической партией, и, скажем так, на те аспекты внутреннего духовного мира, которые КПРФ вполне допускает. То есть, нету нормы о научном атеизме, нету нормы о каком-то безбожничестве и так далее, да. То есть, это все допустимо, это внутреннее интимное дело каждого, и, собственно, партия туда не вмешивается, да, это некое личное пространство. Вы член партии? Я, да. Вы член КПРФ? Да, с 2017 года, да. Вступили, юбилейный. Осознанно? Осознанно, да, абсолютно осознанно, и осознанно, эта осознанность тоже не просто так же пришла, понимаем, потому что мне нужно было понять, а не будет ли это являться помехой для моей духовной составляющей. Выяснилось, нет, да, то есть, вот такой мысли нету, что придут коммунисты к власти, и вы один из первых будете, а я за вами, так как беру у вас интервью, поедем куда-нибудь в Сибирь, лес валить. Нет, я абсолютно исключаю, да. То есть, сегодня коммунисты изменились? Сегодня коммунисты, это некий, такой, я бы сказал, это не левые радикалы, да. Вот если мы говорим о большевиках, вот те самые большевики, на мой взгляд, и благодаря такому достаточно длительному анализу, это сегодняшние либералы. Потому что уж либеральней партии, чем партия большевиков, на заре революции не было. Понимаете? И я вот чего опасаюсь, да. Я опасаюсь, что скорее мы поедем куда-нибудь, если к власти придут либералы, именно такие вот ультралибералы, да, которые ратуют за то, что называется американскими леваками, да. Да сейчас таких и нет. Ну, сейчас таких нет, они зачистили все, зачистили, да, зачистили. Но, то есть, это большая опасность, да, в плане идеологическом, да, потому что это вообще стирание какой-либо духовности, да, разделяя властвую, да, вот и все. В этом смысле, коммунистическая партия, она позволяет делать определенный, определенный выбор и делать ставку прежде всего на народ, да. И сама иерархия власти не является авторитарной, да, вот в идеологии, или тоталитарной, да. Это некое коллективное управление. Я не хочу называть это политбюро, ну, там, или так далее, да. Но коллективное управление, и если многие говорят, вот, Зюганов такой, такой, сякой. Слушайте, КПРФ это не Зюганов. Это разные люди с разным видением, да, которых объединяет, что? Не столько даже, скажем так, марксистская идеология, сколько приверженность чувству социальной справедливости. Вот это, да, скорее всего. И не секрет, что многие сочувствуют, в том числе и в клирикальных кругах коммунистической партии, и не только среди протестантов. Вы знаете, вообще, идея протестантизма очень близка, на самом деле, да. Ну, никто же не скрывает, что коммунисты, вот, на заре своей, они же все выхватили из христианства, убрав Бога оттуда. Ну, по большому счету, да. Что это, возврат сейчас у нас? Они у нас взяли, теперь мы, как бы, у них стараемся что-то взять. Это, как мне кажется, некий генезис рождения новой идеологии, направленной на социальную справедливость. Если мы уберем всякие измы и политический цвет, окрас и прочее, да, в общем-то, это ничуть не претит, ну, наверное, чувство христианской социальной справедливости, на самом деле, да. Если мы исключим, опять-таки, вот, богоборческие позиции, различные там и так далее, незаслуженную критику. Ну, можно сказать, что это вот социализм по Достоевскому. Он много писал об этом. Там как раз все мысли о социальной справедливости. Очень похоже, очень похоже, да, но у Достоевской это слишком пессимистично. Я в большей степени все-таки оптимист. Это действительно похоже, да. Ну, я бы, наверное, все-таки, если мы говорим о теологии, да, это некое возрождение новой теологии освобождения. Вот Уга Чавес, например, да, красноречивый пример. А, то есть вы за южноамериканский социализм? С христианским лицом? Я за социализм с христи... Не хотелось бы вот как-то его географически где-то там помещать. Ну, вот их почему-то выделили именно Южную Америку. Ну, я выделил, потому что, ну, наверное, специфика и менталитет, кстати, южноамериканский очень близок, на самом деле, к российскому. Да ладно. Да, 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 особенно Бразилия. Ну, говорят же, да, Бразилия размороженная Россия, на самом деле. Ну, то есть, менталитет похож, на самом деле, похож. Нет, он, конечно, не калькируется, не копируется, ну, сам подход к жизни там и так далее. Чувство, опять-таки, социальной справедливости, опять-таки, уровень коррупциогенности тех самых событий, что происходит у нас, они практически похожи, да. Вы знаете, вот в Южной Америке очень много политиков, верующих христиане. У них есть свой христианский парламент, куда съезжаются ежегодно. Вот у меня, один из наших пастырей был там, несколько раз, когда политики, даже президенты нескольких стран, верующие, евангелики, ну, нашими словами говоря, они съезжаются, есть такой христианский парламент. Допустим, вот яркий пример, ну, ладно, Ога Чавес, понятно, но вспомним Фиделя и Рауля Кастро, да, которые в определенный момент к ним пришло чувство осознанности, что они, наверное, все-таки люди верующие, да, и как раз-таки кубинские коммунисты никогда, кстати, к слову, никогда не пропагандировали и не настаивали на каких-то богоборческих позициях, да, при этом оставляясь там кто-то добрым католиком, кто-то добрым просто христианином, вне зависимости от деноминации. И почему, почему, собственно говоря, нет? А если говорить о том, что не боимся ли мы, что придут коммунисты всех в вагон посадят, ну, нет, нет. Это исключено в силу того, что абсолютно другое видение ситуации сейчас происходит, да, потому что так, да даже системная оппозиция настаивает как раз-таки на более демократических переменах, да, к лучшему, да, к большим свободам и возможностей самореализации потенциала человека, да, вне зависимости от его, там, предпочтений. мы же видим, да, и дает эту возможность, ну, мы видим проблемы с медициной, вообще социал, с образованием, ну, катастрофа, на самом деле, да, происходит такая гуманитарная катастрофа в России, потому что мы идем не по тому пути, это совершенно очевидно. глядя на сегодняшних выпускников, специалистов, я в какое-то время преподавал, смотрел, наблюдал за студентами, и скажем, я не хочу сказать, что молодежь хорошая, сам подход, вы знаете, несколько лицемерно глупый, как мне видится, выражающийся в вот этих вот псевдоскрептных механизмах, вот, может быть, это часть политики, оглупление молодежи, нового поколения, чтобы не лезли, куда не надо лезть. Нет, естественно, это вот именно часть политики, безусловно, конечно, которая вот реализуется именно таким вот образом, когда детей, там, 5-6 лет одевают в военную форму, дают им автомат, там, пилотку, красный флаг, и он штурмует Берлин. Вы понимаете, вот, с точки зрения психологии, это же психологическая травма, почему из него не сделать норму, я не говорю, что, да, патриотические какие-то моменты, они, безусловно, должны присутствовать в воспитании, да, молодежи, для этого существуют определенные институты, для этого существует армия, военные кафедры в гузах, там, и так далее, и так далее, опять-таки, изучение историй, наверное, гуманитарных наук, и так далее, опять-таки, не идеологонаправленных, да, а основанных на определенных источниках, потому что у нас же сейчас что происходит? У нас происходит создание нового мифотворчества, то есть, сейчас придумывается новая история, не коррелирующая, не с одним источником, Я иногда поражаюсь, удивляюсь, честное слово, у меня возникает иногда вот такая, знаете, такая дихотомия. Ну, с одной стороны, вроде бы вы говорите все правильно, но с другой стороны, вы говорите абсолютную чушь, товарищи. Вот примеры связанные с патриотической направленностью, связанные с ДНК-хронологией, с какими-то вот этими арийцами непонятными. Как сильно вас поддерживает Компартия на этих выборах? Есть реальная поддержка? Ну, безусловно, безусловно. Первичная организация, краевая организация, но в основном это выражается в чем? Это, безусловно, выражается в нематериальных аспектах, потому что любая избирательная кампания, она базируется на каких-то собственных возможностях и тех, кто может каким-то образом поучаствовать. Ну, скажу сразу, что у меня нет таких, поэтому я, более того, полагаю, что мы в какой-то мере в состоянии все-таки донести нашу идею посредством каких-то нематериальных активов. Встречаемся с людьми где-то, проводите? Встречаемся с людьми, конечно, да, и не только в живую встречаемся. Конечно же, понимаете, у нас очень своеобразный, скажем так, подход к выборам, точнее к подсчету голосования. Это отдельный вопрос, конечно, да, и наша основная сейчас задача все-таки обеспечить нормальную явку трезвомыслящих людей, которые, в том числе и тех, которые готовы стать наблюдателями, которые стали членами участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и так далее. Для чего? Для того, чтобы не допустить вот этого, собственно говоря, тех злоупотреблений, да, о которых мы, собственно говоря, все знаем, да, такой секрет Поли Шинели, вот, и сделать выборы максимально прозрачными. Вопрос другой. Для этого вам нужны люди, вам нужны какие-то силы. Да, естественно, естественно, естественно. Но вот как раз-таки вот здесь вот могут помочь наши братья. Вот я в конце и хотел, знаете, я сейчас, как заместитель генерального секретаря Российского Иоанновского Альянса, хотел бы вместе с вами обратиться к братьям, пастырам, к нашим общинам, к евангельским общинам прежде всего. Ну и к православным, если есть католики, и мусульманам, ко всем, что вот первый человек из верующих идет по своему округу, да, по Новороссийску, хочет стать депутатом. И, наверное, бы мы вместе просили бы, да, чтобы и поддержали вас, пришли на выборы. И, конечно, люди могут обратиться напрямую к вам или в штаб, чтобы стать наблюдателями. Конечно, конечно. Сделайте вот буквально двухминутное обращение. Дорогие братья, сестры, дорогие сочувствующие, хотелось бы действительно призывать вас прежде всего к осознанному выбору. А это не значит, что голосуйте там за меня, нет, голосуйте за те политические силы, которые в состоянии обеспечить ваше будущее в плане ваших свобод, в плане ваших интересов, в плане реализации какого-то экономического потенциала. Нужно приходить на выборы, нужно отдать свой голос, нужно помогать в избирательной кампании с целью предотвращения различных злоупотреблений со стороны административного функционала и тех сил, которые пытаются, ну, что-то греха таить, породить некие фальсификации. Поэтому я призываю каждого из вас не только прийти на выборы, но и помочь в качестве наблюдателей, в качестве журналистов независимых, в качестве членов участковых избирательных комиссий, чтобы действительно были выборы максимально прозрачные и соответствовали реальной картине. В городе Новороссийске вы можете обратиться ко мне напрямую в избирательный штаб по телефону 8-964-960-2489, по телефону 8-918-953-4535, либо через соцсети политик, нижнее подчеркивание, Пауль, политик Павел в Инстаграме, в Фейсбуке. Так что ждем позитивной, доброй реакции, надеемся на лучшее и надеемся на то, что мы сможем все-таки изменить этот мир к лучшему. Спасибо, дорогие братья и сестры. Желаю вам обильных благословений Всевышнего, здоровья, счастья, успехов во всем. И дай Бог нам всем, наверное, силы, силы осознанности. Вот, всего доброго, спасибо. Друзья, хочу напомнить, с вами был я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесной». И сегодня у нас в гостях пастор Литеранской Церкви Павел. И он идет сегодня в политику, чтобы представлять наши с вами интересы, интересы верующих людей, просто быть нашим представителем во власти. Поддержите, пожалуйста, благослови всем Господь. Субтитры сделал DimaTorzok